Здравствуйте, с вами Пасека Загайновых, меня зовут Михаил. Вот уже два года, как я хотел снять одно видео, дать попробовать настоящему медведю наш лесной мед на дегустацию. Меня разбирало любопытство, как же такой природный ценитель жидкого золота отреагирует на наш продукт, одобрит или отвергнет. И вот, наконец-то, я связался с дирекцией Самарского зоопарка, мне дали добро, дали доступ к медведю, я съездил в лес на пасеку к нашим пчелкам, взял меда, и сейчас предлагаю вам посмотреть, что получится из данной затеи. Очень вкусно! Мед готов, сейчас пойдем пробовать угощать Ксалапова. В канадском городе Черчилль жители не закрывают свои дома и автомобили. Делается это для того, чтобы люди могли спастись, если на них нападет медведь, которых там огромное множество. Укус медведя с давлением 69 кг на сантиметр квадратный с легкостью раскрошит шар для игры в боулинг, ну или человеческий череп. Убежать от мишки невозможно. На коротких расстояниях он может бежать со скоростью до 55 км в час. Даже максимальная скорость у Сейна Болта 44 км в час. За время спячки косолапый теряет до половины массы тела. Но умка в спячку не впадает, так как зимой его каждый день кормят. Медведи очень умные животные. Чтобы запутать следы от охотника, они способны идти задом наперед. Медведь одно из животных, кто видит цветные картинки. Новорожденный медвежонок весит от 400 до 600 грамм. К моменту взросления его вес увеличивается в одну тысячу раз. Если бы люди также набирали массу, то мы бы все весили по 3-4 тонны. Средняя продолжительность жизни Топтыгина 30 лет. Но есть экземпляры, кто дожил до 50 лет. При встрече с Потапычем не нужно делать резких движений. Не нужно убегать и не нужно провоцировать животное на агрессию. Медведи очень осторожные животные и просто так не нападают. Егеря рассказывают, что на них крикнешь, топнешь, они и убегут. Напасть в основном могут раненые звери или медведица с малышами. Исканного названия медведя в русском языке не сохранилось. В древние времена люди пользовались словами-заменителями, так как считалось, что если назвать зверя его именем, тут-то он и появится. Медведь же буквально означает «мед едящий» – медоед. Самый крупный представитель медвежьих, по-видимому, был гигантский короткомордый медведь. Он обитал в Северной Америке в конце Плейстоцена. Исходя из находок скелетов, высота в холке составляла от 1,5 до 2 метров, но иногда могла достигать 3 метров, а выпрямившись, короткомордый медведь достигал величины 3,5-4,5 метра. Но тут, наверное, уместно будет сказать слова близкого родственника Умки Винни-Пуха, но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь – или есть, или нет. А мед – я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Ну что ж, кажется, Умка одобрил наш мед. Напоследок я хотел бы вам рассказать анекдот. В зоопарке две клетки – бегемота и медведя – поставили рядом. И вот медведь подошел к краю клетки с бегемотом и смотрит на того так. И смотрит, смотрит, смотрит. Он гоняет с бегемота, это надоело. Он медведю говорит, слышь, кацалапать, и что, говорит, от меня надо? А медведь ему так мечтательный. Эх, твоей бы мордой, да меду бы зачерпнуть. Ну что ж, на этом все. Спасибо большое за внимание. С вами была Пасека Загайновых. Надеюсь, вам было весело и интересно. Всем здоровья и сладкой жизни. Да, если вы надумаете попробовать нашего ароматного меда, то, гражданам с медведями, наш мед отпускается вне очереди.